Леночка, давай быстрее одевай противогаз, а то этот едкий газ паровозика Томаса нас убьет. Давай. Леночка, тише, без паники, ты можешь его сейчас спугнуть. Это же есть этот самый паровозик Томас. А я же тебе говорил. Толик, а что делать-то будем? Я же тебе говорю, не кричи, посмотри, он весь какой-то милашный, даже мухи не обидит. Толик, посмотри, точно, а он улыбается, так он может быть не такой стрёмный, как про него все пишут и говорят. Толик, да посмотри, какой он милашный, он весь улыбается, может мы просто подружимся с ним. Ты забыла, что нам Сиренеголовый время дал, чтобы мы смылись, а то с нами он тоже разберется. А вот тебе и милашный паровозик. Что делать, Толик? Давай тихонько сюда в кусты. Тихо, тихо, сюда. Давай быстрее за эти ветки. Давай, Леночка, отсидимся пока здесь. А Толик, а ты думаешь, он нас не заметил? Да вроде бы нет. Толик, у меня к тебе предложение, может быть потихонечку, потихонечку пошли где-нибудь вот этими кустами и выберемся к машине и уедем просто отсюда и забудем, что здесь происходило. Да ты че, Леночка, самое интересное начинается. Давай посмотрим, что будет. Сиренеголовый либо паровозик Томас. Между ними же сейчас бойня будет. Толик, ну если они нас заметят, нам с тобой не поздоровиться. Да, Леночка, че ты ссышь? Вечно из-за тебя мы самое интересное пропускаем. Толик, я сразу знала, что это провальная и глупая идея идти туда, где сиренеголовый и паровозик Томас. Я, конечно, не знала точно, куда мы направляемся, но нашей жизни угрожает опасность. Как ты не можешь этого понять? Да, Леночка, если хочешь, сама иди. А мне интересно и ребятам интересно. Мы останемся и понаблюдаем и посмотрим, что же произойдет. Ну ладно, Толик, а какие твои предложения? Мы сейчас быстро проберемся к тому месту, где был замечен сиренеголовый и будем тихонько за ними наблюдать, что будет происходить. Толик, ну ты, конечно, экстремал, но ладно, что ради тебя не сделаешь. Леночка, а давай спросим у ребят, если им тоже интересно, пусть пишут в комментариях, пока мы будем бежать. Давай, ребята, если вам интересно увидеть, что же будет происходить и как паровозик Томас встретится с сиренеголовым. Пишите нам комментарии, а мы погнали пока. Толик, посмотри, едет паровозик Томас. Да нет, Леночка, тихо, это обычный поезд, походу его сородич какой-то. Так, Толик, я надеюсь, что он не опасный и он явно не расскажет ему, что мы здесь и идем посмотреть, что же будет дальше с сиренеголовым и Томасом. Ну все, Леночка, смотри, вроде дорога свободна, давай потихоньку пробираться. Да, там все чисто, никого нет. Пошли. Я смотрю, эти двое оказались послушные, только пятки сверкают, мигом убежали. Что-то долго нету этого паровозика Томаса. А может эти двое решили насолить мне и предупредили паровозик, что я его тут ожидаю. Ничего, ничего, моя расправа будет с ним сладко, поэтому стоит и подождать. А пока я поотрабатываю новые приемы каратэ. Ну вроде классно у меня получается. Хук справа и фит слева. Ребята, кому нравится, ставьте лайки. Папа, папа, а кого ты здесь ждешь? Не понял, что за звуки, кто пищит. Неужели эти людишки решили вернуться? Сиренеголовый, а ты чего здесь делаешь? Папа, мне дома скучно, решил с тобой прийти поиграть. Мелкий, железная дорога, детям не игрушка. А ну быстро домой, у меня здесь дела свои есть. Эх, ну как скажешь, папик. Ладно, пошел. Толик, смотри, сиренеголовый как был, так и остался здесь ждать паровозика Томаса. Только смотри, рядом с ним маленький сиренеголовик. Еще и памперси. Так, Леночка, давай здесь пока постоим, это нам на руку как раз малый отвлек Батяню, а мы здесь пока отсидимся и он нас не заметил. Ребята, вы это видели, какой он прикольный, реально какая-то на нем шапочка и памперс. Ржачий, реально какой-то. Толик, а мне кажется, здесь нам не совсем безопасно. Именно на этом месте насилие наголовый и заметил. Может с другой стороны обойдем остановку, там-то он не будет думать, что мы за ними наблюдаем. Точно ты голова, пошли. Пошли. Вот здесь будет нам безопаснее. Точно. Леночка, слышишь, что-то гудит? Ого, слышу. Походу это приближается паровозик Томас. Ох, что сейчас будет? Давай посмотрим. О, слышу знакомые звуки. Походу едет этот паровозик. Думаю, мне нужно сойти с рельсом, чтобы он меня не сбил. И из-под кустов ему как дать справа. Ну что, сейчас ты у меня получишь, Томас. Толик, ты только посмотри, какой трэш происходит. Это что за дым такой? Не знаю, но посмотри, по-моему, сиреноголовый падает и теряет сознание. Что за редкий газ? Не могу дышать. Мне плохо. Леночка, смотри, сиренеголовому плохо стало. Походу этот отравляющий газ какой-то. Толик, ну мне кажется, мы ему должны чем-то помочь. Иди сюда, подумаем. Леночка, как же мы ему поможем? Ну, Толик, я не знаю. Ты вообще-то прав. Если мы подойдем, мы сами надышимся этим газом и вырубимся. Леночка, а у меня есть идея. Давай сгоняем быстро в машину. У нас же там есть противогазы. И попробуем подойти туда и посмотреть, что там с сиренеголовым. Кстати, точно. И потом определим, сможем мы ему помочь или нет. Погнали в машину, быстрее. А, кстати, паровозик Томас уже уехал, так что он нам пока не страшит. Погнали. Погнали. Так, Леночка, на, держи быстрее. Вот тебе. Давай. Вот мне. Толик, а может быть, ну нафиг эту идею. И поехали домой. Леночка, ты что? Нужно все проверить и узнать. Ребята, а если вы хотите узнать, жив ли сиренеголовый или нет, то смотрите продолжение в следующей серии, а мы потихоньку пошли пробираться. Одевай. Погнали. Идем.